В свои 57 Наталья Шиповская толкает старый москвич где-то на просторах Сибири. Уроженка Владимирской области путешествует по Якутии в компании друзей на советском автомобиле. Позади города мирные и удачные, посёлок Чернышевский и сёла. Оленёк, Юрингхая, Соскалах и Желинда. Туристы любуются полярным сиянием и находят на пути немало приключений. Автомобиль ломается почти каждый день. Самым ярким событием в прямом смысле стало тушение пожара. По дороге в посёлок Оленёк на автозимнике Аннабар компания встретила одинокого человека. Было очевидно, что мужчина нуждался в помощи. Он брёл в направлении удачного. Расстояние до города составляло 250 километров. В лесу, в тайге, проехав 250 километров от населённого пункта, мы увидели зарево. И потом человек на дороге один идёт. Спросили, что случилось. Он говорит, у меня сгорела машина. Подъехали, посмотрели, оценили масштаб бедствия и поняли, что можно потушить. Машина непростая. Машина была с топливом для котельной посёлка. То есть это отопление всего посёлка, наверное, на несколько месяцев. А здесь, извините, морозом минус 50. Когда путешественники подъехали к большегрузу, его кабина полностью сгорела. Однако пламя не успело перекинуться на полуприцеп. Туристы нашли способ, как потушить огонь. Выскочили из машины, связали лопаты, которые были на крыше москвича. И принялись закидывать тягач снегом, чтобы избежать возгорания полуприцепа. Спустя час наших усилий всё-таки удалось погасить огонь. В результате чего мы спасли нефть, которая была предназначена для теплоэлектроцентрали посёлка Оленёк. Советский москвич едет дальше. В компании пятеро человек. Все из разных городов. Наталья из Александрово. К слову, единственная женщина. Её попутчики из Твери, Самары и Череповца. Вместе они уже четыре раза пересекли полярный круг. 50-градусные морозы – не препятствие. Заснеженные дороги тоже. При необходимости ребята сами расчищают дорогу для проезда легковушки. На этих кадрах Наталья Шиповская наравне с мужчинами откидывает снег. Все теплоодеты. С собой всё самое необходимое. Большой запас продуктов, бензин, запчасти для автомобиля, ручные инструменты. Мы складываемся от бензина, от топлива. Значит, в недорогих гостиницах, иногда это даже не гостиницы. То есть это всё очень бюджетно. И любой человек, даже получая минимальную зарплату, ну, предположим, 30 тысяч рублей где-то в средней полосе России, он может со своими друзьями повторить наше путешествие. В том же составе компания вернётся в Якутию уже в июне. До этого времени москвич останется в городе Мирный. Любители экстремального отдыха уже строят маршрут летнего путешествия. Евгений Павлов, Шестой канал.